Наш пятидневный интенсив в студии живописи и рисунка МОЗа вновь проходит в атмосфере свободы творчества. Юные художники учатся писать картины в различных техниках, а также постигают основы телевизионного мастерства. Сегодня первый день нашей новой творческой смены детского лагеря искусств и нашего с вами совместного потрясающего крутого проекта. Вы смотрите Beauty Time. Я этим раньше увлекалась. Я люблю ходить на свидания. И все. Здравствуйте, меня зовут Полина. Меня зовут Аня, мне 11 лет. Меня зовут Варя, мне 9 лет. Меня зовут Лера, мне 9 лет. Меня зовут Кристина. Меня зовут Роман Еремеев, мне 10 лет. Меня зовут Миша, мне 11 лет, я закончил 4 класс. Меня зовут Алиса, мне 7 лет. Всем привет, меня зовут Рината, мне 9 лет. Я увлекаюсь живописью и спортом. Один из моих любимых видов спорта – это степ-аэробика. Я увлекаюсь боксом и плаванием. Скрипкой, скрипичной секцией, оркестром и вокалом. Я увлекаюсь легкой атлетикой. Собственно, спортом я увлекаюсь таким, как хоккей и футбол. Я увлекаюсь чирлигингом. С легкого и внезапного стиля импрессионизм часто начинается любовь к изобразительному искусству. Художники-импрессионисты изображают этот мир при помощи сочных ярких красок, свободных движений и светотеневых эффектов. Ребята уже закончили свою работу, и мы сейчас посмотрим, что у них получилось. Моя картина называется «Каникулы». Моя картина называется «Солнечное лето». Это девушка, которая пошла собирать на поле подсолнухи. Моя картина называется «Подсолнухи». Я работала в технике мазками. Она эту картину нарисовала в технике МПСМ. Моя бабушка в молодости. На этой картине изображена девушка. Я хотела изобразить здесь свою маму, так как у нее есть похожее платье и такие же волосы. В работе телеоператора эмоций минимум, а точность требуется высокая. Семь раз настройся, один раз включи камеру. Я узнала, что можно приближать, отдалять, то, что нельзя снимать по сгибам. Как правильно снимать, как штативом пользоваться. Снимать что-то самому. Думаю, что себе камеру куплю, что-нибудь там буду снимать. Я узнала, что нельзя ее выносить на мокрое место. Любимый жанр начинающих художников – быстрый рисунок скетчинг. На этом уроке ребята перенесли на холст мультипликационного персонажа. Каждый по-своему, в своем индивидуальном стиле. На очередном занятии по ТВ мы узнали жанры телевизионной журналистики. Оказывается, в эфире можно смотреть не только мультики, но и новости, интервью и репортажи. Как часто вы рисуете? Я стараюсь каждый день рисовать. В каком стиле? Инспекционизм, потому что там работа мазками. Жанр мультипликации. Потому что было трудно удержаться. Это Мэйбл. Она любит свитеры. У нее есть питомец свой собственный. И его зовут Пухля. Это свинка. А теперь моя свинья. Она твоя. Только твоя. Все 7 килограммов. Твои. Кто такая Мэйбл? Мультяшный персонаж из мультфильма Gravity Falls. Темой занятия у нас сегодня была «Герой мультипликации», посвященная персонажам из сериала Gravity Falls. Успех картины всегда заключается в выборе сюжета, цветовой гаммы и правильной композиции. В свою очередь телеведущий должен быть коммуникабельным и раскованным. В частности, уметь рассказать о себе и своей работе. Мне понравилось сегодня рисовать пончик. Я захотела нарисовать один, потому что много мне не очень понравилось. Этот пончик с шоколадной начинкой. Этот с клубничной. Вот этот белый с пломбиром. А вот этот вот фиолетовый. Он без начинки. Просто глазурь такая красивая. Красивые пончики. Он как будто бы из космоса. И здесь я написала «пончик на японском». Я вырвала такие цвета, потому что у меня комната будет в пастельных цветах. Это нежные цвета, которыми можно выделять комплекты. Сегодня мы рисовали туканов. Мне очень понравилось. Я люблю туканов. Вот такой туканчик у меня получился. Клюв вначале был в виде треугольника, немножечко опущенного. Самое интересное было рисовать лисья. А самое сложное – туканы. Там мазками работать было внизу очень сложно. Сначала это трудно. У меня не получается. Я не умею рисовать. И с помощью дадаизма художественного стиля я хотела объяснить, что существует просто тысячи, миллионы художников, которые мечтают писать так же, как они, как дети. Потому что научиться академизму, научиться ровным линиям, пропорциям – это может каждый, это дело времени. Но научиться писать как ребенок, чисто, от души, с эмоциями – это далеко не каждому под силу. Следующее занятие – участие в учебной пресс-конференции. Вопросы задавали взрослым художникам, преподавателям школы живописи и рисунка «Муза». У меня вопрос к двум нашим учителям. Чем вы любите заниматься? В свободное время я очень люблю гулять со своей подругой, с Алиной в том числе, пить кофе и ходить на свидания. Что вы больше всего любите рисовать? Я портретист. Больше всего я люблю изображать людей, люблю находить и передавать их эмоции на картинах. У меня вопрос к нашим двум преподавателям. Как долго вы учились рисовать? Можно, конечно, ответить очень банально, что мы занимаемся этим всю жизнь, но технически я училась пять лет в художественной школе, а все остальное время было самообразование. Но рисую я буквально, не знаю, лет с двух-трех. Сколько вам лет и чем вы будете заниматься через 10 лет? Мне 28 лет, и я хотела бы через 10 лет в Нью-Йорке, в аукционном доме, устраивать торги, продавать картины молодых современных художников, зарабатывать очень-очень много денег и делать современное искусство. Еще одну телевизионную практику посвятили теме репортажа. С места события вещали молодые, но очень перспективные журналисты. Я сегодня себя пробую в качестве репортера, сегодня я вам расскажу, как проходят занятия. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Алиса. А какой первый этап для рисования? Мы начинаем с фона и головы. А чем-то отличается построение лица лошади от построения лица человека? Да, отличается. У лошади мордочка идет вбок, а у человека вниз. Магическая лошадь. Что самое сложное было в этой работе? Ну, я думаю, самое сложное было в этой работе – это нарисовать глаз. Что было для тебя самым сложным? Это были уши. Сейчас в студии Муза у ребят перерыв, а я тем временем спрошу нашего предподавателя Алину. Больше всего дети любят рисовать котиков. Кому-то нравятся аниме персонажей. Мне нравятся мультяшные герои. Я люблю рисовать кошек, собак и кройков. Кошек и собак. Больше всего мне нравится рисовать людей. Я люблю рисовать некоторых животных, ну там, допустим, пантера или коала. Меня зовут Александра, вы смотрите Бьюти Тайм. Каникулы в стиле ТВ-арт сезон номер три состоялись. Уставшие, но довольные участники процесса раскрыли в себе творческий потенциал, получили много новых знаний и профессиональных навыков, а главное – научились выражать себя в творчестве, что важно для каждого человека вне зависимости от возраста и рода занятий. Мы учимся быть не просто академистами, а действительно творить. Вы смотрите Бьюти Тайм. Да!